С утра на точках, где началась торговля бахчевыми, кипит работа, товар разгружается и укладывается. Не дремлют и надзорные органы, прежде всего сотрудники отдела сельского хозяйства и продовольствия администрации Ленинского городского округа. Впрочем, любой покупатель тоже вправе проверить необходимые документы. Они должны находиться здесь же, на торговой точке. Определить добросовестного торговца несложно и по внешнему виду торговой точки. По правилам, арбузы и дыни должны размещаться на прилавках и поддонах, ни в коем случае не на земле. Товар должен находиться под навесом, который защищает от дождя и солнечных лучей. Хлопот у продавца много, но и покупка в таком месте одно удовольствие. Арбуз привозят из Волгограда, Буховский район, а дыня узбекистанская. У нас с 1 августа по 30 октября у нас сезон заканчивается. Вести бизнес на территории Ленинского городского округа для вас конкретно комфортно? Очень. Впрочем, как показывает многолетняя практика, вместе с добросовестными продавцами появляются и те, кто торгует без необходимых документов и разрешений. Для них законодательством предусмотрено наказание. Страфные санкции. У нас регламентом определенного штрафа в 5 тысяч рублей. Также сотрудниками полиции проверяется гражданство продавцов. И рассматривается опять-таки, если стоит точка торговая без договора аренды, то дальнейший демонтаж. Если хотите приобрести качественный товар по хорошей цене, который еще и упакуют, приобретайте арбузы и дыни только у проверенных продавцов. Максим Козлов, Евгений Бех, Екатерина Давлятова. Видное ТВ.